всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать систему джекасса урок номер 9 в этом уроке давайте научимся создавать атрибуты что такое атрибуты это неотъемлемая часть любого интернет-магазина наверное ни один магазин не обходится без атрибут что это такое у нас на сайте выводится рядом с товарами вот такой фильтр всевозможными опциями например у нас продажи платьев и мы можем выбрать например хлопок то есть сколько процентов хлопка если мы выбираем хлопок 56 процентов то есть ставим здесь птичку да то у нас а сортируется автоматический магазин и показывается платит только с таким хлопком соответственно после птички появляется здесь крестик мы можем кликнуть по крестику чтобы сбросить фильтр и у нас обновляется здесь страница да и показываются все товары из данной категории то есть чтобы у нас была возможность вот такого большого выбора в нашем магазине под наши товары нам нужно сначала создать все эти необходимые атрибуты давайте этим и займемся вы можете посмотреть в быстром старте в шпаргалку подсмотреть как это устроено да то есть вы кликаете здесь каталог и атрибуты и здесь принципе вот они все создаются то есть например состав ищем да вот состав если кликнем здесь принципе показано как здесь все это выглядит да и самое главное на какие категории здесь это назначается потому что у нас может быть одежда магазин и бытовая химия например и чтобы эти атрибуты не попадались нам здесь в списке ненужных категорий да мы отмечаем чтобы эти атрибуты были присвоены только нужным категории товаров давайте попробуем такой реализовать переходим в наш рабочий сайт который мы создаем да и каталог и атрибуты кликаем изначально нас ничего не будет мы нажимаем на кнопку создать я сейчас просто повторю некоторые атрибуты как в быстром старте например имя атрибута выбираем состав далее вот в этой зеленом прямоугольнике значения не установлены мы кликаем здесь на ссылку добавить значение в появившемся поле мы вставляем значение то есть это хлопок 56 нажимаем сохранить и так мы добавляем столько сколько нам нужно еще раз нажимаю добавить значение ставлю поле стр 42 и нажимаем сохранить итак я создал для примера несколько вариантов дальше подсказка состав продукта и у нас вот здесь мы видим подставляется везде процент в админке это выглядит так префикс атрибута здесь подсказки написано что это может быть килограмм грамм сантиметр и так далее и здесь у нас идет знак процента мы также вот здесь проставляем дальше определяем на какие категории это у нас будет работать я выбираю на jumla когда у нас все готово мы нажимаем с вами сохранить вы видите у нас здесь атрибуты разделены модулем да с красной шапкой чтобы это сделать мы создаем просто новый атрибут то есть мы здесь нажимаем сохранить и создать следующий атрибут у меня например называется сезон категория jumla добавляем значение мульти сохранить добавляем значение лето сохранить добавляем значение например зима сохранить конечно же это не относится абсолютно тому что здесь я сделал да то есть курсы обучающий там категории jumla там adobe muse wordpress но мне нужно как-то вам показать как это делается да поэтому я беру наглядный пример на распространенных товарах которые могут быть созданы в интернет-магазине категорию выбрали нажимаем сохранить закрыть вот таким вот образом мы создаем с вами атрибуты теперь нам нужно понять как вывести это на сайт а это у нас с вами фильтр продуктов модуль джекаса давайте его установим переходим на наш сайт переходим инструменты расширения ищем его здесь в списке находим данный модуль здесь кликаем установить джекаса фильтра продуктов он находится здесь до модуль переходим расширение модули вот он у нас уже здесь созданный но выключен заходим сразу его опубликуем позиция это у нас позиция 8 слева как в демо вот она слева видите написано выбираем пока настройки не трогаем сразу только на указанных страницах на главный мы такой не выводим снимаем галочку переходим на вкладку модуль первый макет можно выбрать ну я поставлю сейчас все настройки также как в демо здесь выбираю аккордеон ползунок стоимости это выбор стоимости показать то есть это у нас вот этот ползуночек дальше смотрим дальше оставляем все как есть только внизу кнопка сбросить то есть сбросить установленные фильтры покажем эту кнопку давайте нажмем сохранить перейдем на наш сайт обновимся здесь у нас выводится еще лично вот у меня вот видите справа тоже модули сейчас я их отключу сразу чтобы они не мешали позиция 7 снимаем галочку временно включим и логин форма авторизация тоже убираем чтобы у нас право ничего не было если мы посмотрим сейчас вами на модуль то у нас здесь что-то не так у нас две шапки проходим в нашем модуле дополнительные параметры в самом низу стиль модуля мы выбираем нон сохранить идем на сайт обновляемся здесь все нормально кнопка сбросить ценовой диапазон но фильтры которые мы с вами создали их здесь не видно почему потому что мы не назначили данные фильтры ни на один товар давайте это сделаем закрываем модуль переходим g касса продукты захожу в первый продукт я просто продублировал здесь продукты чтобы была массовка то есть изначально конечно же вам нужно будет создать фильтры а потом уже наполнять продуктами ну и помимо фильтров там еще нужно будет много что настроить это мы обязательно пройдем следующих уроках переходим детали атрибуты нет атрибутов видите вот здесь у нас написано для именно для этого товара мы кликаем добавить атрибут выпадающим списке мы с вами выбираем состав и что относится к данному непосредственно товару до пример выбираем галочками если хлопок 56 у данного например товара то только его оставим если несколько вариантов делаем несколько вариантов сохранить если еще что-то нажимаем добавить например сезон выбираем лето сохранить то есть вот таким вот образом нажимаем сохранить закрыть обновляем страницу нашего сайта и сразу видим две полоски до состав и сезон кликнем разворачиваем вот эти варианты которые я выбрал и лето то есть смотрите я выбираю хлопок 56 страниц обновляется и показывается именно тот товар который мы сейчас с вами только что редактировали выбираю лето тот же товар сбросить здесь все сбрасывается и товары все показываются скобочках показано сколько товаров имеет тот или иной атрибут видим что везде 1 например если сейчас мы зайдем в какой-нибудь другой товар перейдем детали и назначим какой-то атрибут сохранимся обновимся то вот здесь хлопок показаться в скобках уже два то есть два товара имеющие такой атрибут вот так вот это здесь все работает на этом данный урок и заканчиваю если для вас он был интересен и полезен с поддержите меня пожалуйста лайком и подпиской на канал также подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка будет в описании под этим видео напоминаю что у меня есть уникальные промо коды на покупку системы джекаса с 15 процентной скидкой осталось всего 25 штук поторопитесь пока все не разобрали промо код вы сможете получить у меня по электронной почте адрес моей почты вы найдете также в описании под этим видео на этом с вами прощаюсь и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь